Мы продолжаем беседовать о дьяволе и бесах. В прошлый раз я рассказал вам, откуда они появились и как искусили первых людей. Об этом говорится в книге «Бытия». Сегодня я начну с другой библейской истории. Она изложена в книге Иова. «Был такой праведник по имени Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. У него было семеро сыновей и трое дочерей. Он был очень богат и каждый день приносил жертву Богу в умилостивление за грехи своих детей. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Итак, сатана предстает перед Богом среди других сынов Божиих. Это значит, что, несмотря на отпадение от Бога, он сохранил личные отношения с Богом, имеет возможность беседовать с Ним. Более того, он не только получает от Бога позволения на какие-то действия, но даже как будто сам Бог провоцирует его на них. И дальше начинается. Имущество Иова и слуги погибают из-за нашествия иноплеменников. Потом сыновья и дочери гибнут все до единого из-за пожара и обрушения дома. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал, «Наг, я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И вот Сатана снова предстает перед Богом, и Бог спрашивает его, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Сатана отвечает, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. «Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И Господь говорит, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Сатана отходит от лица Господня и поражает Иова проказою лютую от подошвы ноги его по самой теме его. Это значит, что дьявол может не только отнять у человека имущество и близких, но даже отнять здоровье. Что же, он настолько всесилен, настолько всемогущ? «Нет», — отвечает нам Церковь, — «он не всемогущ и не всесилен. Но он имеет позволение от Бога действовать в определенных рамках. Для чего? Для того, чтобы человек закалился в борьбе с ним, стал тверже в вере в Бога, крепче в надежде на Бога, сильнее в любви к Богу. Именно для этих целей Бог иногда подвергает человека испытаниям и искушениям и позволяет дьяволу в этом участвовать. Но Бог не посылает человеку искушений сверх его сил. И Иов, хотя и впал в уныние и тоску, хотя и проклял день, в который родился, не потерял самое главное — веру в Бога. Он вступил в длинный разговор с Богом. И именно этот разговор составляет главное содержание книги Иова. Прочитайте эту книгу, одну из самых глубоких и важных в Ветхом Завете. Она говорит о смысле страданий и о том, как Бог воздает человеку за страдания, понесенные незаслуженно. А еще о том, что Бог попускает зло, но направляет зло к добрым последствиям. Именно так произошло с Иовом. Его праведность была поверхностной, а вера — неглубокой, непроверенной испытаниями, невыстраданной, наивной. Он думал, что надо просто приносить Богу жертвы, и этого достаточно. После же того, как он перенес посланные ему испытания, его вера стала крепкой, как сталь. И в награду от Бога он получил еще больше, чем имел. А самое главное, он встретил Бога лицом к лицу. Не просто услышал о нем, а именно увидел его. И сказал, я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот такая интересная, поучительная и сокрушительная история. Что мы должны извлечь из нее относительно дьявола? Первое. Бог попускает дьяволу действовать только в тех пределах, которые устанавливает сам. Вне этих пределов дьявол действовать не может. Второе. Бог попускает зло, но направляет его к добрым последствиям. Третье. Бог иногда испытывает веру человека и позволяет дьяволу вредить ему, но не попускает испытаний выше сил. Четвертое. Человек с помощью Бога может победить дьявола. На этом все на сегодня. Но в следующих беседах вас ждет еще много интересного. И мы будем говорить не только о древних временах, но и о нашем времени, о том, как сейчас действуют бесы. Я расскажу вам даже некоторые истории из собственной жизни. Но обо всем по порядку. А пока до новых встреч.